От тихой сосны до берега Волги. Вся жизнь или один день. О книгах, о литературе и о том, что в жизни важно. Здравствуйте, с вами Мариана Мирная. Вы смотрите программу «Город С». И в гостях у меня сегодня почетный гражданин Самары Николай Фоменко и издатель Максим Пономарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот такой сразу вопрос. Николай Пантелеич, вы писатель? Нет. Не каждый человек, который пишет книгу, писатель. Я не думал об этом. Но когда я пошел на пенсию, времени появилось больше. И появилось желание, вспомнил молодость, описать свое детство. Детство и молодость. И взял, написал такую статью большую. И послал на родину. А там понравилось, напечатали в газете. И появилось желание продолжать дальше. Ну вот вы же по профессии, вы связист, радист, да? То есть вы с техникой больше всю жизнь работали, понимаете в этом. А книга, которая вот была «От тихой сосны до берега Волги», как она называется, это все-таки более такое художественное произведение, да, насколько я понимаю. То есть там же описательное очень много, да, информации какой-то о ваших новостях. Ну, видно, заложено что-то у меня, о чем я не знал раньше, да. Это вот так на пенсии открываются новые таланты? Очевидно, да. Максим, вы как издатель этой книги, вот что можете сказать? Вы, наверное, не одну книгу в жизни видели, которую люди приносили и хотели издать. Это какая книга? Очень хорошая эта книга. Это книга про человека, который своим трудом вот показал, вот на примере труда этого человека, надо воспитывать молодежь нашего города. Вот как раз об этом. Вот насколько мы понимаем, книга эта была издана в каком году впервые? В третьем. В 2003. Было издано всего 100 экземпляров, вот как вы говорите, для близких, для родственников, да, вот такой достаточно небольшой был формат. Сейчас мы уже говорим о том, что такие люди, как Николай Пантелеич, да, мы должны с них брать пример и должны знать их историю. Поэтому сейчас как у нас обстоят дела, когда будет издана эта книга, в каком тираже? Эта книга будет издана в ноябре этого года. Книга уже практически готова к издательству. Тиражом 500 экземпляров. Ну, здесь очень большую роль сыграла городская администрация, которая дала грант на эту книгу. Ну, мы ждем в ноябре, правильно я понимаю? Да, эту книгу мы ждем в ноябре. Как, каким образом она будет распространяться? То есть ее можно будет купить, или она пойдет по библиотекам каким-то городским, или куда? То есть где ее можно будет встретить и найти для желающих? Ну, скорее всего, она, конечно, пойдет по библиотекам и по каким-то муниципальным учреждениям. Но это решает, конечно, администрация, которая выделяет средства на издание этой книги. Она уже будет определять ее судьбу, чтобы, ну, конечно, ее будут читать молодежь, ее будут читать и в библиотеках, я в этом уверен. Что, на ваш взгляд, в книге есть такое, что обязательно все молодые люди должны прочитать и на чем-то, ну, на каком-то из вашего опыта, на чем-то научиться и какой-то урок получить, может быть? Потому что, мне кажется, что подобные книги, которые рассказывают о чьем-то, о чьей-то жизни, они, наверное, все-таки дают какие-то уроки нам. Ну, вы видите, как сейчас жизнь идет. Рожается ребенок, учится в средней школе, потом идет в институт, потом работает, развивается, что-то делает, потом на пенсию уходит. А в нас в то время, у меня конкретно, видите, я родился, то есть в 26-м году. Я испытал голод, настоящий голод 1933 года. Это жуткий голод, когда люди умирали от голода, когда люди просыпались, а в доме ничего нет, покушать нечего. И люди, я видел, люди умирали под заборами, на улице, на площади. Дальше мне пришлось пережить оккупацию немецкую. Тоже необычную для настоящего человека, молодого человека. Шесть месяцев я был под немцем, так сказать. Вот, потом, после освобождения, я пошел в армию, 17-летней мальчишкой, на Дальний Восток. Служил семь лет. Семь лет и было тоже на дома, то есть я назвал в этой книжке люди без молодости, с 17 до 24-х лет, то есть это возраст, когда нужно любить, работать, помогать родителям, жениться, а мы были в армии. Уже после этого я еще в вечерней школе, уже 25-6-летним, окончил 10-й класс и поступил в Одесский электротехнический институт связи. И закончил его, то есть необычно не так, как сейчас. И был направлен в Самару, то есть Куйбышев, для организации телевизионного вещания в городе Куйбышеве. 57-й год строилась башня, Куйбышев начиналось телевидение. И вот первое время учили будущих телезрителей, как обращаться с телевизором. Народ не верил, не может быть, как это так, изображение. Слушайте, вы просто историю творили, да, в городе Куйбышеве, телевизионная история города Куйбышева. И когда включили первую передачу, я видел, я первый телезритель города Самары. Ну, а потом строил телевидение, занимался развитием телевизионного вещания в Самаре. 23 года я строил телевизионные станции. Это в Большой Глушице, в Сызрани, в Сильевске, в Тольятти. Это башня 250 метров. Это 23 года я отдал этому. Построил, и практически весь народ, Куйбышевский, вся область стала смотреть две программы телевидения. А потом уже, когда мне стало 64 года, мне на пенсию пора было идти. А в это время перестройка. Нам стало известно, что на Западе, в Америке, там какой-то кабель на телевидении есть, там, боже мой. А мы одну-две программы. И захотелось тоже что-то такое. И вот в 90-м году я организовал телекомпанию «СКАД», у которой президент там проработал 16 лет. Слушайте, ну вы, получается, передовик такой, да? То есть вы пока работали... Как я буду учить, я передовик. Это пусть Максим скажет. Хорошо, Максим Николай Пантелеевич, он же передовик получается, да? Несомненно. И насколько вот вы более молодого поколения, да, человек, вот вы читали эту книгу, вам как кажется, что в ней самое такое, что обязательно для всех нужно? И вот почему вы считаете, что эту книгу все должны прочитать? Я перебью. Как бороться с трудностями? Как жить в необычных условиях? Не так, как тебе предлагают. Окончил школу, поступил, в институт пошел. А как добиваться этого. Не просто в 26 лет идти в вечернюю школу. Надо же работать. И родителям, еще раз говорю, помогать надо. Жениться в конце концов надо. Семью хотелось, наверное. Да. А мы закончили вот с другом. 10 классов образование получили. И поехали учиться еще на 5 лет. Вот в Одессу. А вот в последнее тоже. И женились, и приехали на работу. Рассказывает книга, Максим, о том, как не опускать руки. И как выживать в трудных ситуациях. Для чего нам это нужно? Вообще нам это нужно? Нашему поколению молодому, который, в принципе... Ну, мы в более, наверное, таких холеных условиях находимся. И нам попроще, наверное, чем было поколению Николая Пантелеевича. Конечно, нам попроще. Ну, нашему поколению. А за нами это идет вообще, наверное, просто. Тут трудно сказать, кому читать эту книгу. Мое мнение, лично мое мнение. Книгу нужно читать. Книга написана легко, просто. Читается с душой. В каждом слове есть какая-то жизнь. Просто взять и прочитать. Очень хорошая книга. Когда вам книги какие-то приносят, да, и говорят, вот, я там книгу написал. Вы читаете, какие должны быть основные показатели того, что книга будет иметь успех, и, да, ее нужно издавать. Потому что это же все равно, с другой стороны, коммерческая история, да. Можно издать книгу и прогореть на этом, да. И это тоже невыгодно и неинтересно издателю как бизнесу. Книга должна быть написана с душой, и книга должна быть написана грамотным литературным языком. Вот два условия. Если эти два момента присутствуют, коммерческий успех книги обеспечен. Если же чего-то не хватает, то, значит, и книжка будет на полке стоять дольше, чем нужно. Вот мы с вами обсуждали то, что в книге много личного, да, и были некие сомнения, что все ли стоит оставлять, или в переиздании, да, может быть, вот Николай Пантелеич сомневался, может быть, что-то, о чем-то не надо говорить. Вы утверждаете, Максим, что здесь оправдано и нужно все. Правильно я понимаю? Ну, лично, ну, как, Николай Пантелеич человек скромный, вот, поэтому у него вот сейчас немножко так вот, что о семье написано много. Сомнений. Сомнений, да, вот, что о семье очень много написано, что что-то личного. Я внуках говорю про... Ну, тем интереснее книга, что эта книга написана с душой. Очень много теплого о супруге Николая Пантелеича, о всех его родственников. Хочется читать. А близкие согласны с тем, что книга будет переиздана уже тиражом вот 500 экземпляров, и информация о них, она будет, ну, в таком открытом, получается, доступе? Вы спрашивали мнение своих близких, а можно ли? Или вы, как автор, уже как бы не должны этого спрашивать? Да, ну, во-первых, было очень много людей, которые хотели, чтобы переиздалась книга. А, во-вторых, я, да, я с внучкой поговорил, там, где, я даже сказал, некоторые места, там, где она замуж выходила, излишне, мне показалось, ли общее чтение мы убрали. В общем, я показал близким там те места, которые остались в книжке, и мы подправили, немного подправили, да. Хочется с вами еще поговорить все-таки, хоть вы и не называете себя писателем, да, напрямую, так скажем, но, тем не менее, книга есть? Есть. Максим, писатель Николай Пентилевич? Обязательно. Писатель. Вот так на том и порешаем. О литературе хочется поговорить. Год литературы в стране был объявлен, и, в принципе, в нашем городе эта тема тоже очень активно развивалась на протяжении всего года, и сейчас осень у нас такая очень активная получилась, очень много книг издается в Самаре, вот буквально там «Вчера, сегодня, завтра», да, то есть вот такая очень насыщенная осень. Как вы считаете, насколько сейчас литература обстоит в нашем городе, в нашей стране? Достаточно ли читают? Потому что когда-то говорили, да, что Россия самая читающая страна, и подшучивали в метро, и тем не менее, да, а сейчас таких шуточек уже нет, и, наверное, это печально несколько, да, что меньше стали читать, какие-то другие варианты у нас уже досуга. Вам, как издателю, Максим, как эта тема? Тема эта злободневна для издателя, тем более, сами понимаете. Тиражи упали, нечего скрывать, читать стали меньше. Имеет в виду даже не то, что меньше стали читать, просто недостаток средств. Писать не стали меньше. Пишут так же. И пишут хорошо, поверьте. У нас в Самаре очень серьезно этому относятся. И есть и юношеские писатели, детские писатели, есть уже и состоявшие писатели, и очень известные писатели, не только в рамках Самарской области. У нас это все присутствует. Но, к сожалению, как и, наверное, во многих отраслях нашей жизни, имеет место быть финансы, которых просто немножко не хватает. Ну, слово немножко может быть и здесь, и немножко и неуместно. Тиражи упали, но мы все равно печатаем, мы все равно читаем, пытаемся. Мы не стоим на месте, мы что-то для этого делаем. Ну, вот, например, книгу Николая Пентилеевича, да, издаем, которая, надеемся, будет большим успехом пользоваться. Николай Пентилеевич, вы читаете что-то? Вы продолжаете читать? Мне кажется, что вы чтец. Я чтец, да. Сейчас уже поменьше немножко, да. Но с детства я пересчитал всю литературу юношескую, читал. И даже уже в Самаре, Куйбышеве было самое хорошее. С работы придешь на диван и книжка. Но Максим не сказал о том, что у нас же телевидение появилось. Конечно, вот я хотела сказать, вы же человек телевизионного формата. То есть я сам разрушал это внимание, это желание читать. Конечно, телевидение подставило подножку очень сильно чтению. Интернет. Интернет. Ну вот, если раньше, вот смотрите, мои родители, они, наверное, среднего между вами поколения, рассказывали, что их родители ругали, опять читаешь? То есть у них это было, то есть дети того возраста, наоборот, они так много читали, они ночами там с фонариком, под одеялом, то есть напитывались вот этой информацией. Сейчас у нас такая же история с интернетом происходит, да? Мы ночью ковыряемся в телефонах, в гаджетах и так далее. Извините, я здесь пишу случай, когда я дома читал много, а электричество было плохое у нас, лампа керосиновая. И вот ночью читаешь, а мать просыпается, зачем жвешь керосин, говорит? Выключай лампу. Под лампой читалось. Ну, читалось, хотелось читать. А сейчас еще одна есть, я заметил особенность. Все новые книги и хорошие книги люди не читают, перелистывают. Перелистали, и мою книгу, я знаю многие, а если перелистал, он ничего не понял. Он не понял замысла, смысл, особенностей, интересных моментов книги. Книгу надо читать от начала до конца, медленно, но читать. По две странички в день, да, хотя бы, но читать. Тогда все поймешь, что человек захотел. Это и громко подтвердил мне. Александр Витальевич, кстати, тоже недавно был у меня в эфире и сказал о том, что заметил такую штуку, что действительно в последнее время такой наплыв, что ли, писателей, книг, литературы. И есть, что издавать, и есть, что читать. И вот он так радовался этому, что... Некому читать. Да, но только вот, видимо, литературное сообщество вперед паровоза бежит, скорее читать все, что приносит. Но был же момент, наверное, вот там, года 90-е, да, когда меньше писали, меньше стали, в принципе, или нет, или я ошибаюсь. Просто, на мой взгляд, был какой-то промежуток писательства в стране и в городе в частности. А сейчас вот такой вот какой-то бум, наоборот, все пишут, и молодые, и пожилые, и кто-то вспоминает свою там молодость, детство, какие-то литературные гостины, и люди читать вслух опять начали. Вот у нас опять развивается эта тематика. Это же хорошо, наверное? Это очень хорошо, лишь бы только вот это все развивалось и процветало. Вот это вот главное. Но то, что вот в 90-е было затишье, я с вами не соглашусь. То есть затишье не было на протяжении... Нельзя сказать, да, что в какие-то годы... Ну, нельзя сказать, что прям вот все было тихо-тихо. Читали, писали. Не умирало, по крайней мере, это дело. Нет. А есть какая-то, ну, такая, не знаю, закономерности какие-то, что вот в какие-то годы про вот это больше всего пишут, в какие-то годы вот такая литература больше развивается. Вот есть какие-то вот временные такие вещи? Как вот в стране становится стабильно более-менее, так начинается больше издание книг. Вот это четкая прям такая закономерность. А как начинаются какие-то падения, начинаются какие-то непонятные вещи, то и издательство, к сожалению, начинает затухать. О чем пишут вот сейчас, по большей части, что попадается? Даже пишут обо всем. Нет, начиная от научных каких-то трактатов, то есть это много преподавательских изданий, и заканчивая просто художественной книгой, причем написанной и в 18 лет, и в 15 лет. Даже такие молодые, да, авторы? Все пишут. То есть нет такой, что именно в этом году писали про любовь, в этом году писали про грибы. Вот этого нет. Николай Пантелеич, а еще книги будут от вас? Или это вот был такой вот у вас просто выплеск, что хотелось вот эту информацию людям или близким, или кому-то рассказать, и больше всего вам нечего сказать в плане книги? Или есть задумки? Нет, видите, я, было 50 лет телевидению, я написал книжку «Чудо XX века» об истории развития телевидения в Самаре. Это никто не знает, а я участвовал в этом, я это писал, я фрагмент этой книги сюда вложил тоже. Мы с Кондратовым написали книжку «Окно, распахнутое в мир» к 50-летию телевидения в Самаре. Большую, толстую книгу, мой-то один отдел. Есть тоже чудо XX века. Вот, ну я, кроме этого, еще я делать нечего было. Я занялся историей развития своего родного города. Мне нравится, когда вот люди на пенсии говорят, делать нечего было. Занимаюсь интересными, хорошими вещами. Без интереса очень трудно, да. И я историю там у нас Большого Турецкого Вала. Мы такую подготовили брошюрку. Максим тоже издавал ее. Она понравилась в нашем городе. Как вы вообще нашли друг друга? Расскажите. Как вы познакомились? Почему вы начали издавать книги Максима Николая Пантелеевича? Как вы познакомились и поняли, что вам нужно сотрудничать? Понимаете, у каждого человека есть сначала, как отношения складываются. И мне понравился простотой он. Мы поговорили, он против. Я не возмутился. Мы опять поговорили. Нашли общий язык. То есть с ним можно говорить и договариваться. И он по натуре добрый. Никакой не зарабатывает деньги там. Человек. Типография у него хорошая. И хорошо издает книжки. Вот мне нравится, как он издал книжку. Вот. И переплет, и... Ну, мне кажется, тоже это отношенческая, да, вещь? То, что вам и книга понравилась, и, наверное, Николай Пантелеевич, как гражданин нашего города. Советы хорошие он дает, да. Советы дает? Дает, да. Иногда как расположить, как портрет. Вот этот он мне предложил. Это случайно на даче я сфотографировался. Николай Пантелеевич, им очень легко работать. Хвалим друг друга. Ну, правильно, молодцы. Где еще похвалите друг друга, чтобы все слышали? Да. Насколько вот в книге, насколько она, на ваш взгляд, наполнена? То есть что-то еще, может быть, там недостает чего-то? То есть, ну, может быть, вы написали, все издалось, а потом перечитывали, пересматривали сами и подумали, «Эх, вот это вот надо было еще». Есть такие моменты? Бывало. Я кое-что добавил немножко, да. Вот во второе издание. Ну, я описал здесь историю жизни, что ли, нашей страны, так сказать. Начиная с 17-го года, то есть 100 лет. Я в заключении там пишу об этом, что здесь на протяжении 100 лет проходила жизнь семейных кланов и на фоне жизни страны. Как руководители менялись, как обстановка менялась в стране. То есть это не просто описание семей наших, о которых я тут пишу. Описание даже жизни в стране есть. Вот я в последнее время часто общаюсь с литераторами, с писателями. Вот так складывается, к счастью, творческая жизнь. У нас с сентября в школах начались уроки краеведения, самароведения так называемые. И вот часто говорим о том, что, может быть, в рамках вот этого занятия включать книги, хорошие книги наших почетных граждан, наших вообще самарцев, которые пишут про Самару, о Самаре, о жителях Самары. То есть все равно мы свой город каким-то образом должны поддерживать вот этот интерес у нового поколения к своему городу. Вот как в рамках такой обучающей программы вот эта книга могла бы работать? Или, может быть, это для постарше? Я только за. И вообще хотелось бы, в принципе, вот почетных граждан у нас не так много. Ну да. Вот если честно. На город, на наш огромный город, их очень мало, в принципе, по количеству. Если вот реально в школах проводить какие-то, ну как, не знаю, назвать вечера, не вечера, там беседы, а вот о них, о том, о их вкладе именно в наш город, в нашу область, это был бы, ну это близкий был бы пример, и мне кажется, в этом есть какой-то положительный момент. Ну, на мой взгляд. Николай Пантелеич, а вы со школьниками или со студентами, вы встречаетесь, проводите какие-то встречи? Не часто, наверное, со школьниками, да, они ко мне приходили, я приходил в школу тоже. Ну, внимательно слушаются. Вот я, одна особенность здесь, это же пишется не только для народа, для жителей, это пишется и для руководителей города. И мне вот что, не понравилось, немножко, я писал книжку о Скате, и там описал события 19 августа 91-го года, когда был путч. Ну, вы не знаете об этом? Нет, нет, я знаю, я уже родилась на тот момент. Ведь у меня два моих инженера проявили героизм. Был запрет на выход в эфир всем телекомпаниям. И мне запретили. Я пытался, пытался, никак. Выключили передатчик. А в это время, что творилось в стране? Пропал Ельцин. Наш настоящий демократ в то время он был. За которого все голосовали, за которого все боролись. Где он? Живой. Никто ничего не знает. Жители Самары унылые ходят. Что творится? БТР и по гору уходят. Переворот. И мы со спутника поймали выступление Ельцина. Вдруг мы видим Ельцин, там перед Белым домом выступает. Я президент. Это изменники в таком духе. Бог ты мой. Никто не знает, а мы знаем. А запрет выхода в эфир. Что делать? И я пошел на то, что целых два наших инженера направил на телецентр. И мы включили передатчик в 10 часов вечера. И эти два инженера 40 минут в эфире говорили, что это предатели, путчисты, что их надо арестовать, что президент у нас Ельцин. Говорили на телецентре в нашей студии. А на телецентре 20 вооруженных солдат с автоматами, которые не должны были допустить этого. Ничего себе. И они все же выступили, рисковали жизнью, рисковали будущим, рисковали. И только на 40-й минуте там начальника телецентра призвали, он прибежал, ах, ах, отключили электроэнергию, опечатали передатчик. И об этом никто не знает. Вот для школьников материал. Что герои бывают не только на войне, и в наше время бывают герои. Что вам за это было потом? Ну, мне предложили домашний арест, и поставили шифрограмму Москвы, что со мной делать. Ну, в это время дело кончилось, развалилось у них. Ну, вам, наверное, после оккупации немецкой, после войны, после всего этого, вам, наверное, уже это было не страшно, да? Вы же за правду, вы знали, за что вы идете. Нет, это самое главное. Что я делал? То, что надо было делать. Это каждый. На второй день жители Самары целовали. Вот я говорю, это правда. Люди встречали, говорили, спасибо за эту передачу, спасибо за передачу. Даже это было очень хорошо. Звонки такие были хорошие. Ради этого можно было, ради народа, и рисковать. Даже Сызрани позвонили, и говорят, это вы? Я говорю, я. А в чем дело? Ой-ой-ой-ой. И положили трубку. Я звоню начальнику Сызрани, скажу, в чем дело? У нас прошел слух, что вас расстреляли. Боже мой, никакие слухи вот так вот разошлись? Не, ну за это, да. Поэтому удивился, что взяли трубку. Так что об этом можно было бы школьникам как-то в программу вставить, отдельный случай. Ну, на денег дисциплинах, я не знаю, что, не обязательно кричать об этом. Но говорить, конечно, надо. Вот вы же еще можете школьникам и про военные действия рассказывать, да? То есть вы же военные пережили. То есть у нас много встреч с ветеранами проходит. Что, чему самому главному научить нужно, на ваш взгляд? Ну, видите, главное, конечно, быть правдивым надо, честным, добросовестным человеком. Вот, а когда ты честный, добросовестный, ты и дела делаешь по-честному, по-добросовестному. А так, конечно, учить, показывать одно плохое. Вот я в книжке немножко пишу по-другому о немцах. Вот мы всегда сейчас говорим, фашисты расстреливают, убивают, вешают. Но не все же фашисты были немцы. В книге про это есть? Есть. Спасибо огромное, что пришли. Эфир наш, к сожалению, заканчивается. Будем с нетерпением в ноябре ждать выхода книги. Меня заинтриговали в любом случае. И я прям уже предвкушаю, да, и про немцев, и про героев, и про многое-многое. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин